Муниципальная баня в Снегирях теперь доступна для желающих отдохнуть, попариться и пообщаться. И акцент именно на последнее расставляют в администрации территориального управления. В программу губернатора 100 бань Подмосковья вошла и Снегиревская. Здесь баня не служит в качестве зарабатывания денег. Здесь баня служит как отдых и там, где люди могут общаться. Не так много у нас мест, где люди могли бы встретиться, пообщаться, с легким паром друг к другу сказать. А это как раз центр притяжения. Поэтому здесь мы постараемся сделать максимально комфортным и, я хочу сказать, что максимально необременительным. Ремонт был косметическим, но основательным. Изменилась входная группа и фойе. Полностью поменяли мебель в раздевалках, отремонтировали предбанник и саму парилку. Изменили печь на более эффективную. Преобразование муниципальной бани оценил глава городского округа Истра Александр Скворцов. Ну и сердце баня Александр Георгиевич. Парилку всю перебрали. Зайдем? Вдох. Мне импонирует то, что и как начальник первого управления, и как наш один из спонсоров, который все это помогал нам делать, это Федор Алексеевич Лукшин. Взялись за это дело и быстро решили вопрос. Главе округа доверили первым растопить обновленную баню. А как идешь? Ну, с Богом. Ну что, начнем? Все, в бане быть. Ремонтные работы заняли около месяца. По словам директора бани Андрея Хольного, за это время жители Снегирей постоянно интересовались датой открытия заведения. Очень много людей, которые ждут ее открытия. Приходят весь месяц, все ходили и спрашивали, когда, когда, когда. В принципе, обещали до выборов запустимся. Вот, выполнили свои планы. О бане в цифрах. Раздевалка рассчитана на 23 человека. Гости будут париться при температуре 55-60 градусов по Цельсию. 7 кубометров дров ежемесячно тратится на растопку бани, а стоимость ее посещения 450 рублей за 2 часа. Для льготников скидка до 50%. Услышали? А теперь все в баню. Максим Рыков, Михаил Моралов, Истра РФ.